Пусть число альфа соответствует на этой дроби. А нулевое плюс один залит на первое, плюс один залит на второе, плюс один залит на третье и так далее. Ну, в принципе, альфа может быть иррациональным числом, когда иррациональное забороется. Если иррациональное, то такая бесконечная штука. Рассмотрим подходящие дроби. Вот, например, третий подходящий дробь получает статус, который не писать, а вот, который не только второй. Оказывается, что все с нечетными номерами больше, чем альфа, и уменьшаются. Все с четными номерами меньше, чем альфа, и увеличиваются. Каким образом это можно доказывать? Ну, пожалуй, самое простое, надо сказать, что это мгновенно следует без свойств неравенства. Ведь, посмотрите, вот почему число альфа больше, чем нулевое подходящее, нулевое подходящее, больше, чем альфа? Да просто из-за того, что это положительное число. Замечательно. А почему оно меньше, чем первое делить на первое? А потому что, смотрите, здесь же у нас положительные числа. Значит, если их отбросим, то от этого число увеличивается. Если все-таки вы не хотите смотреть на свойства неравенства, то посмотрите вот на эту формулу. Смотрите, здесь n и n-2 – это числа одной четкости, отличающиеся в роли на нольку. И эта формула, поскольку внизу стоят положительные числа, и альфа у нас уже не положительная, ведь у нас только альфа может быть с отрицательным, а здесь вот имеется в виду, что речь уже не идет о альфа. Так вот, это как раз показывает, что дроби с четными возрастают, потому что тогда здесь будет положительное. А с нечетными убывают, потому что если это нечетное, то здесь стоит минус. А про соседнее, когда у нас n и n-1, вот вам, пожалуйста. Это как раз объясняет, из-за того, что здесь минус 1, что когда вы рассматриваете равность терапии, раздельяем обе части на qn-1, и тогда получится qn-1 делить на qn-1 минус bn-1 делить на qn-1. Как раз объясняет, что в случае, когда вычитаешь из черного и нечетного, то у нас будет отрицательное число, а когда наоборот из нечетного вычитаешь черное, у нас будет положительное, то так что, если угодно с теми формулами или просто разглядывая неравенство, вы обнаруживаете очень важную вещь. Цепные дроби дают нам такую цепочку приближений. Оказывается, что в некотором смысле, который я сейчас точно объясню, это самые лучшие приближения. Давайте для этого посмотрим на неравенство, которое вообще очень полезно знать о цепных дробях. То есть, начинается все с совсем простой мысли. Число альфа расположено между n плюс 1 и n плюс 1 дроби. А когда у вас, ну я не знаю, кто из них левит, но не важно, когда число альфа расположено между двумя дробями, то альфа минус одна из них меньше, чем разность эффекта. А разность – это единица делить на произведение знаменаций. У нас там, соответственно, чего была, мы ее знаем. И вот, значит, вот это вот альфа минус pn делить на qn меньше, чем единица делить на qn плюс первое qn. Ну, вот оно написано, неравенство. Вот оно написано, наше неравенство. И qn плюс первое, как помните, это альфа минус первое qn плюс qn минус второе. Поэтому, если угодно, можно вот так написать, потому что qn плюс первое можно заменить на чуть меньшее число, а n плюс первое qn. Вот так получили бандемство. Теперь, смотрите, pn плюс второе делить на qn плюс второе расположено между числом альфа и, вот скажем, пусть у нас число n четное, тогда картинка вот такая. Здесь pn плюс второе, qn плюс второе, а здесь pn, pn. Поэтому длина вот этого отрезка больше. Ну, и для нечетных, с другой стороны, ну, то же самое. Длина этого отрезка будет меньше длины этого. Замечательно. Значит, альфа минус bn на 9 на qn длина этого отрезка больше, чем длина вот этого отрезка. А для вычисления такой штуки у нас было... То есть, только здесь надо вместо n написать n плюс 2. Ну, соответственно, здесь а n плюс второе делить на qn плюс второе. Замечательно. Вот вам неравенство. Вот вы получили такое неравенство. Теперь, почему здесь? Да очень просто. Потому что, опять-таки, от q1 можно избавиться. И просто-напросто, qn плюс второе меньше или равно, чем альфа минус второе умножить на qn плюс первое, qn. Помните, у нас есть точная формула для qn плюс второе. Это альфа минус второе, qn плюс qn минус пирс. Вот, если вы посмотрите, то будет все хорошо. Вот. Теперь давайте задумаемся. А что мы можем сказать не о величине альфа минус bn на qn? А о величине qn на альфа минус bn. Вот. У нас здесь такой неравенство. Если на qn умножить, то здесь будет как раз единица, деленная на qn плюс 1. Оценка снизу вот такая. И у нас есть оценка сверху. Она верна для любого n. Вот это оценка сверху. Значит, для n плюс 1 тоже. Значит, альфа qn плюс первое минус bn плюс первое меньше, чем одна qn плюс второе. Ну, а это меньше не равно, чем... Ну, потому что у нас для qn плюс второго есть формула. А n плюс второе, qn плюс bn. Замечательно. Значит, мы поняли, что вот эта разность меньше. Те, кто знают геометический смысл цепной тропеи... Вот помните, когда мы взяли госикоординат, проводили прямую. y равняется альфа x. Вообще не нудаются в этих обсуждениях для того, чтобы понять это. Ведь, посмотрите, как у нас там получалось. У нас были точки, одна за другой получавшиеся. И здесь тоже самые какие-то точки были, которые являются вершинами выпуклой оболочки целых точек, в одном точке расположенных ниже прямой, в другом точке выше прямой. Так вот, каждая следующая точка, как там просто по алгоритму мы делали, была ближе к прямой. А при этом в области между вот этой выпуклой оболочкой и прямой никаких других точек не было. Ну, собственно, поскольку близость это и есть, собственно, вот эта величина, альфа x минус y, то геометрически то, что вот это меньше этого, вообще чей. И вот из этого геометрического представления цепной тропе очевидна следующая теорема о том, что подходящие дроби дают наименьшее. Вы помните, вы там выписывали для числа пи такую вот величину для разных знаменателей, и обнаружили, что для 22 третьих она вдруг становится маленькой. для этого до этого была довольно большую. Так вот, мы сейчас сформулируем теорему, которая, повторяя, очевидно, если понимать вот эту геометрию, ну, на всякий случай мы ее докажем, и выписывая аккуратно все эти неравенства, если x и y целые числа, причем единица меньше или равно x меньше, чем qn, то альфа x минус y, по-моему, больше, чем альфа qn минус bn. Вследствие, альфа отличается от дроби y и x больше, чем от дроби альфа отличается bn или bn. Вот эта разность больше этих. Ну, вследствие, если теорема, конечно, понятно, как следует, да? Мы записываем это как альфа x минус y, по-моему, или делим на x. Замечаем, что у нас x меньше, чем qn, поэтому когда мы заменяем x на qn, выражение уменьшается, и замечаем, что альфа x минус y, по теореме, больше, чем альфа qn минус b. Вот так что следствие очевидно, нужно теореме показать. Вот если смотреть не геометрическую картинку, то все очевидно, потому что там постепенно прибород шло, все ближе и ближе к прямому и и и альфа, альфа x, тучки были, если все-таки не смотреть на геометрическую картинку. Давайте запретим себе это пользоваться геометрией, а будем рассуждать это в геморреческом. Тогда надо разбирать три случая. Первый случай. Дробь, которая нас интересует, расположена левее, чем а нулевое. Третий случай. Она расположена правее, чем первая подходящая. Ну и еще случай. Расположена где-то между двумя подходящими дробями на одной черности. То есть я напоминаю, у нас была картинка, что числа альфа подбираются, значит, дроби с четными номерами подходящие идут по увеличению, с нечетными уменьшаются. И вот где-то здесь есть то, с чего все начинается, нулевая подходящая дробь. И самая большая, первая, при первой отделить на у первых. Так вот, первый и третий случай будет менее очевиден. Вот, на самом деле, посмотрите на точку меморреста. Альфа-Х-Минус-Изрек. Выносим Х. Это Х умножить на модуль у-Минус-Альфа-Х. Но у нас тут У-Х расположено где-то левее, поэтому вот эта величина больше, чем расстояние между А нулевым и А. Замечательно. Х был натуральным числом, поэтому это больше или равно, чем А-Минус-А нулевое. Замечательно. Но что такое Альфа-Минус-А нулевое? Это Альфа умножить на Ку нулевое и Минус-А нулевое. А мы помним, на левой доске осталось доказательство, что именно такие выражения при возрастании номера все время уменьшаются. Значит, если Н равно нулю, то здесь будет равенство, а во всех остальных случаях будет строгое неравенство, будет меньше. В любом случае, вот эта величина оказалась больше, чем это, что нам и требуется. Очень похоже в третьем случае. То же самое. Выносим Х, говорим, что здесь надо смотреть на вот эти два числа. То есть, смотрите, у нас число расположено вот где-то с этой стороны, и мы смотрим на вот это, на вот такой ответ. Между нашей дробью Y и дробью П1 или какой-то. замечательно. Приводим к общему знаменателю. Х сокращается. В числителе стоит какое-то положительное целое число. Значит, оно не меньше единицы. А вот такая вот дробь, единица, 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 ку-1, больше, чем альфа минус а нулевое. Просто на то, потому, что ку-1, это же а первое. А когда вы к а нулевому прибавляете единицу делить на а первое, вы как раз получаете то самое число первое делить на а ку-1. Вот. Вот эти неравенства все проверили. Пришли к числу альфа минус а нулевое. Но, вообще-то, дальше вот надо вот так. Это мы в первом случае ровно то же самое смотрели. И, поскольку там получилось, то и здесь есть неравенство и те же самые неравенства тоже получится. Теперь давайте разбирать второй случай. Когда интересующая нас дробь попала строго между двумя подходящими дробями номера, которых отличаются на два. П-к-1 и на ку-к-1 и на ку-к-1 и на ку-к-1 и на ку-к-1 и на ку-к-1. Разберем второй случай. Когда дробь y-x расположена между какими-то подходящими дробями, номера которых отличаются на два. Смотрите, я пока не знаю число k больше, чем n меньше, но мы в любом случае можем написать такие неравенства. разность между y-x и p-k-1 и на ку-к-1 это дробь, которой в числителе какое-то целое число, а знаменатель x умножить на ку-к-1. Целое число, если оно не ноль, а мы считаем, что это неподходящий дробь, обязательно не меньше единицы. Значит, здесь больше или равно, чем единица деленная на x умножить на ку-к-1. Дальше. У нас y разделить на x расположено по отношению к p-к-т-е делить на f-к-т-е. Смотрите, каким образом. Вот, я не знаю, так это или в противоположном порядке, но число расположено число альфа, которое висит в его расположено где-то здесь. Ну, если поменять их местами, то там. А к-т-е подходящий дробь расположено где-то здесь. Соответственно, разность между y-x и k-1 меньше, чем разность между k-1 и к-т-е подходящими дробями. Вот это написано здесь. А такую умею считать. Это как наше любимое свойство. Здесь числитель единицы, а в знаменателе произведение куками на соединение куками. Замечательно. Эти две строки вместе, смотрите, что дают. Вот мы пишем вот это число. Оно больше, чем вот эта разность, а разность больше или равна, чем единица, деленная на x куками минус первая. Вот. Здесь можно на куками минус первая упростить. И получится, что x больше, чем кук. Очень хорошо. Но x было меньше, чем кук. n Значит, n больше, чем к. Вот все вот эти впечатления были для того, чтобы понять, как между собой связаны n и k. n больше, чем k. Теперь возвращаемся к собственно нашему случаю. α x минус y по модулю. Это x умножить на α минус y пикселов. Это больше или равно, чем x умножить на разность вот этих чисел. Давайте поймем почему. Потому что α расположено именно с этой стороны. То есть если нас интересует разность α и y x, то эта разность больше или равна, чем разность между y x и этой дробью. p k 1 разделить на q k 1. Замечательно. Здесь опять рациональные числа уже. Можно привести к общему знаменателю. В числителе опять число не меньше единицы, потому что целое это не ноль. Значит больше или равно чем единица деленная на q k 1. Но на эти доспения уместилось. Я продолжаю здесь. α x минус y больше или равно единице деленной на q k 1. Очень хорошо. Но как вы помните когда из числа α мы читали bk 1. k это было меньше чем единица деленная на bk 1. Соответственно если умножить на k получается вот такое неравенство. А у нас k было меньше чем n. Поэтому вот такое выражение больше. потому что когда вы рассматриваете подходящие дроби то для каждой следующей мы уже доказывали соответствующее выражение будет меньше чем для предыдущей. Вот и все. α и минус y по модуле больше чем q n а минус q n. Конечно это доказательство гораздо более скучное чем геометрическая картинка но зато мы потренировались доказывать неравенство лавенство Продолжение следует...